1 октября В день 1946 года был оглашен приговор Нюрнбергского международного трибунала высшим военным и государственным деятелям фашистской Германии. 12 человек за тягчайшие преступления были приговорены к смертной казни через повешение. Но ранним утром 15 октября к месту исполнения приговора были доставлены лишь 10. Не было принявшего накануне казни яд Германа Геринга и Мартина Бормана, ставшего по предсмертному политическому завещанию Гитлера его преемником, главой нацистской партии. Пытаясь прорваться сквозь оккупированный советскими войсками Берлин, Борман бесследно исчез. На Нюрнбергском процессе он был приговорен к смертной казни заочно. Тогда же впервые была выдвинута версия, подхваченная во многих странах, о работе Бормана на советскую разведку. Была найдена могила Бормана. И не где-нибудь, а в Москве. Это стало еще одним аргументом в пользу, казалось бы, абсурдной версии. Не хватало лишь нескольких связующих звеньев. До сих пор его имя окутано тайной, а судьба стала предметом всевозможных промыслов и исторических спекуляций. Сегодня мы впервые расскажем о том, что же на самом деле произошло с ближайшим соратником Гитлера в последние дни войны. И какое отношение он имел к советской разведке. Кто против Бормана, тот против государства. Гитлер. В Германии, как и в любом тоталитарном государстве, сохранность тайны была условием выживания. Сколачивание и борьба группировок, взлеты и падения государственных деятелей, интриги и любовные истории. Все, что творилось в лабиринтах власти Германии, должно было оставаться тайной. Население знало только то, что не могло компрометировать власть. Примером соблюдения этого правила может служить тот факт, что до самой смерти Гитлера лишь ограниченный круг приближенных знал о многолетней любовной связи с Евой Браун. Мало кто, кроме непосредственного окружения Гитлера, знал и о личном секретаре Гитлера Мартине Бормане. Но те, кто знал, опасались и ненавидели. За годы своей власти он нажил себе много врагов. Альберт Шпеер, министр военной промышленности при Гитлере, вспоминал. Несколько критических замечаний Гитлера в адрес Бормана, и все враги сразу же схватили бы его за горло. Но до самого конца Гитлер не проронил ни одного подобного замечания о Бормане. И это при том, что любой другой из приближенных Гитлера, хоть случайно, да и попадал в огонь критики фюрера. Для окружения Гитлера было загадкой, каким образом Борман за короткий срок прошел путь от рядового штурмовика до личного секретаря фюрера, наделенного огромной властью. Власть Бормана состояла прежде всего в том, что путь к Гитлеру лежал только через него. Штурмбанфюрер СС Хётли. Мартин Борман родился 17 июня 1900 года. Начало его биографии для нас не представляет особого интереса. Мы начнем разговор с 1924 года, когда Борман, а также Троенфельс, у которого он служил управляющим имением, и несколько помещиков из Мекленбурга, были арестованы за участие в садистском убийстве учителя Кадова. Все они, включая Кадова, были членами одного из милитаристских союзов, каких в те годы в Германии были десятки. Заметим, что подобные расправы, так называемые суды ФЭМЭ, над своими бывшими сообщниками в этих союзах были нередки. Борман примкнул к корпусу добровольцев, фрайкору. Целью этой организации, состоявшей в основном из бывших солдат и офицеров кайзеровской армии, которые остались после войны неудел, было спасение нации, униженное Версальским договором от изменников и предателей, поиск внутренних врагов, раскрытие заговора евреев. И именно тогда Борман-то и проникся в нацистской идеологии, которая в дальнейшем и определила его политическую карьеру при Гитлере. Правосудие, нежелавшее вмешиваться в дела судов ФЭМЭ, квалифицировало убийство как непреднамеренное. Поэтому участники убийства получили по 10-12 лет тюрьмы, а Борман всего один год. Позже Борман писал в своих анкетах, что был арестован за политическую работу. В 1926 году, через год после освобождения, Борман вступил в партию нацистов, где начал свою деятельность с мелких поручений. Его прилежания, волевые качества, быструю реакцию вскоре заметили. И Борман получил влиятельную должность руководителя партийной кассы взаимопомощи. Пресс-секретарь нацистов Эрнст Хайнштайнгель вспоминал. Я всегда считала его послушным, обязательным и компетентным. Он не занимался политикой. Когда он привел партийную кассу взаимопомощи в порядок, я обрадовался. До него такие, как Геринг и Геббельс, наполнили себя карманы. Следующий шаг Бормана, женитьба на Герде Бух, оказался решающим в его жизни. Герда была дочерью Вальтера Бука, высшего партийного судьи, человека, близкого Гитлеру. Гитлер и Гесс были свидетелями на этой свадьбе, превращенной в партийное мероприятие. Теперь Борман вошел в число приближенных Гитлера. Поле его деятельности расширялось. Усердный управленец, Борман выполнял самую рутинную канцелярскую работу, от которой отказывались другие доверенные лица фюрера. Гитлер понял, что ему нужен этот работоспособный и преданный исполнитель. Решительно нацеленный на дальнейшее продвижение, Борман избрал нехитрую тактику – доказать Гитлеру свою незаменимость. Метод оказался верным. В 1933 году он уже возглавлял канцелярию Гесса. Гитлер создал канцелярию как аппарат личной власти. Особенностью работы на этой должности была широта и неопределенность полномочий. Это давало Борману возможность вмешиваться в деятельность любых служб Третьего Рейха. Его влияние росло. Трудностей и невыполнимых задач для Бормана не существовало. Это понимали и Гитлер, и Гиас, отмечавшие трудоспособность Бормана, его умение быстро разобраться в любой ситуации и сделать четкие выводы. Деловые качества и преданность хозяину привели Бормана в рейхсканцелярию Гитлера. Теперь он находился в распоряжении фюрера в любое время суток. Мало кто знает, что господин зависит от своего раба. И чем в большей степени он от него зависит, тем большим рабом он становится у своего раба. Из воспоминаний нацистских руководителей. Гесс. Борман был типичным валом с чудовищной работоспособностью. Койпин. Едва Гитлер успевал высказать какую-нибудь мысль, Борман формулировал ее в указание. Шпеер. В большинстве случаев Гитлер кивком головы давал свое краткое согласие. Борману этого было достаточно для составления указания. Он записывал все мысли Гитлера, даже сказанные неизначально. Из своих блокнотных записей Борман составил картотеку высказываний Гитлера, которая положила начало архиву. Затем архив пополнили досье на каждого из членов государственной и партийной номенклатуры рейха. Они состояли из биографии, значительных и незначительных жизненных фактов, а также компромата. Используя свой архив, вытаскивая из него нужную цитату Гитлера, Борман имел полную свободу действий, направляя развитие любого события в нужную для себя сторону. Со временем к Борману перешли все финансовые дела фюрера. Он управлял не только гонорарами Гитлера, его личными финансами, но и суммой в 100 миллионов рейхсмарок, вкладом немецких предпринимателей, фонд немецкой промышленности имени Адольфа Гитлера. Даже возлюбленная Гитлера зависела от Бормана, потому что на него Гитлер возложил ее содержание. 10 мая 1941 года произошло событие, вознесшее Бормана на самый верх. Первый заместитель Гитлера и непосредственный начальник Бормана Рудольф Гесс сел в самолет и перелетел в Англию. До сих пор остается загадкой, знал ли Гитлер о попытке Гесса добиться мира с Англией и предотвратить войну на два фронта. Известно, что миссия Гесса провалилась, а сам он до конца войны был интернирован. В верхах Германии поднялся переполох, освободилась должность заместителя фюрера. Гитлер понимал, что назначение на эту должность Бормана, практически выполнявшего работу Гесса, вызовет у руководителя Рейха негативную реакцию. Он делает неожиданный шаг. Приказом от 13 мая 1941 года Гитлер упраздняет вакантную должность и переводит канцелярию в свое личное распоряжение. Начальником канцелярии, а позднее и своим личным секретарем, он назначает Бормана. Я знаю, сказал Гитлер, что у Бормана все получается основательно. Я уверен в том, что Борман выполнит мои приказы, несмотря на все преграды. Доклады Бормана так разработаны, что мне нужно лишь ответить «да» или «нет». С ним я согласовываю за 10 минут множество документов, для чего с другими господами понадобились бы часы. Вскоре все в окружении Гитлера получили циркуляр с грифом «Лично, совершенно секретно». В нем разъяснялось, что отныне все документы и доклады фюреру должны быть представлены Борману. Все желающие попасть к Гитлеру должны предварительно изложить Борману цель своего визита. Итак, Борман добился власти. Теперь от него зависели кадровые передвижения. От его докладов Гитлеру зависели успехи одних и провалы других лиц. Например, однажды на вопрос Геббельса, где его доклад, Борман просто ответил, что не считает нужным передавать его Гитлеру. Мартин Борман становится фактически личным секретарем Гитлера. Через него проходят все бумаги, которые ложатся на стол вождя. Он может затормозить или ускорить решение того или иного вопроса. Он становится тем самым палачом за письменным столом, которые двигали до последнего момента, до мая 1945-го, двигали шестеренки Третьего Рейха. Это была личность, которая была востребована той самой тоталитарной системой. Системой, когда речь шла не о публичных политических деятелях, а о людях, двигавших рычаги власти, находясь за ширмой. Причиной такого взлета, безусловно, явилась компетентность Бормана, его работоспособность и надежность. И не только это. Из воспоминаний Гауляйтера фон Широха, вождя молодежной организации Рейха Гитлерюгент. Обстоятельно изучив своего шефа, Борман жестко ограничил себя во всем. Любитель поесть, он за столом Гитлера оставался голодным, но ел только то, что ел фюрер. Заядлый курильщик, он ни разу не закурил в обществе Гитлера. Его лакейская поза и послушание, умение постоянно держаться на заднем плане, ни разу не вызвали раздражения шефа. Борман играл роль самого воздержанного человека, точный портрет своего господина.